Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Власти края отправятся в Оренбургскую область. Чиновники проверят, чем обеспечены мобилизованные добровольцы. Этил, метил, изопропил. Чем опасны придорожные омывайки и чью продукцию лучше не покупать даже в магазинах. Всемирный день телевидения. Кто работает в кадре и за кадром для вас. Представители правительства Алтайского края в ближайшее время намерены посетить Оренбургскую область. О конкретнее части, где проходят обучения, мобилизованные из нашего региона. Это стала реакцией на выложенный в соцсетях ролик, в котором алтайские призывники говорят, что не получили положенные выплаты. Власти края отметили, что выплату в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы, данные о которых предоставили военкоматы региона. Министерство соцзащиты просит сообщить достоверные сведения о тех, кто эти выплаты не получил. Тем временем в зону проведения СВО уже доставили гуманитарный груз, сформированный правительством Алтайского края. В нем вещи для перезимовки бойцов. Зимние спальники, сапоги, оборудование для обогрева, медикаменты. А также техника высокой проходимости. Судя по фото, опубликованных в официальных каналах краевого правительства, речь идет о квадроциклах. Помощник губернатора Юрий Проскурин лично передавал гуманитарный груз военным. А глава Новоалтайска Владимир Бадунов посетил военный госпиталь Минобороны Валейский, где проходит реабилитацию раненые на СВО. Среди них есть и жители Алтайского края. Мы вас поддерживаем. Еще раз хочу сказать вам слава благодарности за ваш труд, за вашу родную воинскую работу. Мы можем поддерживать и вас, и вашей семьи на местах. А вот бойцы из Аллейской бригады получили несколько тонг гуманитарной помощи, которая пришла из Бийска. Нашему телеканалу удалось получить кадры, на которых военные разгружают фуру с теплыми вещами, продуктами и благодарят всех, кто помог собрать машину. Продолжат мои коллеги. Позади 4000 километров. И вот фура из Алтайского края наконец-то добралась до наших бойцов. Это не первая помощь Александра Прокопьева. Недавно гуманитарку от депутата Госдумы получили дети Славяно-Сербского района ЛНР. В республику Александр Прокопьев приезжал в конце августа, а в начале ноября очередная фура отправилась из Бийска на линию соприкосновения. Парни из Аллейской бригады выгружают вещи на армейскую технику, дальше на передовую. Спальные мешки, теплые вещи, палатки, накидки – все это согреет, укроет от дождя и снега. Все это оплачено депутатом Государственной думы Александром Прокопьевым. Хотелось бы выразить слова благодарности за предоставленную гуманитарную помощь депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Волонтерскому движению «Золотые руки ангела» за предоставленную гуманитарную помощь. Вся она прибыла в полном объеме, будет напрямую на передок. Фура вернулась в Бийск. Водитель Виталий и его напарник были в пути почти две недели. Они делятся впечатлениями. Это был очень ответственный рейс. Случалось всякое. И снег, и гололед, и небольшая поломка – главное, что смогли внести свою лепту в общее дело и помочь алтайским бойцам. Мы приехали на место. Мальчишки ждали нас, военнослужащие. Быстро подогнали машину, оперативно перегрузили нас. Настроение у них боевое. Победа будет за нами. Кричали так. Ирина Корчагина. День с толком. Несколько серьезных дорожных происшествий с участием детей случилось сегодня в крае. От катания на тюбинге или по другому надувному бублике в Бийске скончался 16-летний юноша. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает краевой следком, погибший катался в бублике, который был привязан к машине его знакомого. По уточнению прокуратуры региона, в какой-то момент молодой человек отпустил трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль. От полученных травм он скончался до приезда скорой. А в Барнауле сегодня днем сбили ребенка на улице Доповская в районе дома 26. На ребенка совершил наезд авто серого цвета, за рулем была девушка. Она скрылась с места происшествия. Очевидцы в дорожной аварии просят обратиться в дежурную часть ГИБДД. Почти 2,5 тысячи жителей края в этом году пострадало в результате ДТП. 224 человека, в том числе 12 детей, погибли. Пугающую статистику озвучили в госавтоинспекции края накануне, в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. А вместе с тем инспекторы в который раз напомнили и детям, и взрослым о правилах безопасности на дорогах. Ханара Шагирова продолжит. Соблюдение правил дорожного движения это очень важно, тем более в такой сложный период. Эту фразу сотрудники госавтоинспекции повторяют ежедневно, особенно самым юным участникам дорожного движения. В школах на классных часах транслируют информацию и в СМИ. А накануне Дня памяти жертв ДТП инспекторы побывали в детской травматологии краевого центра охраны материнства и детства. К слову, среди этих ребят в гипсе уже есть те, кто пострадал на дороге. Чтобы таких случаев было меньше, снова повторили значения дорожных знаков и даже сделали поделки в виде ангелов. С надписями «Не торопись, цени жизнь» их организаторы акции передадут автомобилистам на дорогах города. Что еще раз напомнит. Водители должны снижать скорость перед всеми пешеходными переходами, потому что могут неожиданно появиться дети на проезжей части, либо просто люди на проезжей части внезапно. Пешеходам нужно в такой период обязательно носить световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными на дороге. А эти ребята знают, что на красный сигнал светофора ехать не стоит, а зебра – повод осмотреться, нет ли поблизости пешехода, которого нужно пропустить. Свои знания юные водители отобразили в рисунках, которые представили на конкурс фонда имени Наташи Ядыкиной – девочке, погибшей в ДТП. 13 лет существует этот конкурс и афиша конкурса состоит из первых рисунков, которые 13 лет назад были нарисованы ребятишками, учащимися школой, в которой училась Оксана Ядыкина. Там же в первый класс пошла ее сестра, потом ее жизнь трагически оборвалась. Ребятишки, которые тогда рисовали, 13 лет назад, они сейчас стали взрослыми, возможно, уже завели своих ребятишек и принимали участие. Ну а главное в конкурсе не столько художественное мастерство, сколько реальные знания детей о правилах дорожного движения и какой урок они для себя выносят, рисуя знаки и светофоры. Нужно ли быть внимательным на дороге? Да, очень нужно. А то можно попасть в ДТП и может человек пострадать. С постоянным повторением правил, уверены инспекторы, у ребенка сформируется привычка правильного поведения на дороге. И огромная ответственность за это лежит на взрослых. С кого еще детям брать пример? Анна Рашагирова, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. С наступлением холодов в крае резко выросло число придорожных точек по продаже стекломывающей жидкости. Но их обходить стороной советуют специалисты в сфере коммунальной гигиены. По их мнению, придорожная омывайка может представлять смертельную опасность. Почему и продукцию каких производителей лучше не покупать ни на трассах, ни в специализированных магазинах? Расскажем далее. Стеклоомывающая жидкость для автомобилей. Или, как говорят в народе, не замерзайка, а омывайка. Хит продажу в зимнее время. Купить ее легко даже в пути. На выезде из Барнаула, к примеру, придорожные бизнесмены сейчас через каждые 500 метров. Хорошая у вас еще омывайка? Мы спиртометром мерили, она до минус 24 примерно. И придорожный бизнес, судя по всему, тоже идет неплохо. Машины останавливаются одна за одной. Трехлитровые тары с голубой жидкостью расходятся быстро. Цена не кусается. 150-200 рублей за бутыль. А качество, уверяют продавцы, на высоте. Не переживайте, вы нормальные. Ну хорошо, спасибо. В специализированных автоцентрах спрос на омывайку сейчас тоже вырос. Но водители отмечают, магазинная дороже и, в отличие от придорожной, имеет резкий неприятный запах. Пользуетесь омывайкой? Конечно, пользуюсь. Какая качественная? Та, которая в магазинах или та, которая у обочин? Пользуюсь и теми, и теми. Ну, где-то есть разница. Бывает, знаете, бывает в магазине купишь и не очень-то она качественная. Бывает качественнее на обочине. Это правда. А в чем это выражается? А в работоспособности она не замерзает. Вот. Хорошо очищает от грязи. На состав внимания обращаете? Нет. Нет. А что больше волнует? Чтоб не замерзало и не пахло. Не пахнет, не замерзает даже в минус 30. Такую эффективность придорожному стеклоомывателю обеспечивает метиловый спирт. Магазинные омывайки производят на основе изопропилового. Его запах зачастую маскируют различными отдушками. На основе какого спирта? Она вся метаноловая идет. Вся абсолютно. Либо там фракция. Когда фракцию гонят, самогонкой тогда воняет. В магазине можно такую. Вонючую, невонючую. Однако изопропиловый спирт, он очень вонючий. Это вот то, что на заправках продают. Это сильно пахнущее. А это нет. Жидкость у них эффективная в плане не замерзания, скажем так. Но, к сожалению, данный спирт небезопасен и запрещен в Российской Федерации. Использовать метанол в средствах по уходу за транспортом, а также продавать такие, запрещено с 2000 года. Причина – массовое отравление метиловым спиртом. Последний трагичный случай, рассказывают в Алтайском управлении Роспотребнадзора, произошел недавно. В ноябре этого года в Тюменской области от алкоголя с подмешанным метанолом погибли сразу 28 человек. Добавлять опасный яд не брезгуют и многие производители стеклоомывайки. Так, по данным надзорного ведомства, метанол обнаружен в незамерзайке 11 торговых марок. Данные стеклоомывающей жидкости были выявлены в рамках проведенных внеплановых выездных проверок управлением Роспотребнадзора с привлечением аккредитованной лаборатории по случаям отравлений граждан, по поступившим обращениям граждан, а также по информации поступившей из других регионов Российской Федерации. Специалисты предостерегают от покупок автохимии на основе метилового спирта. Но многие автоэксперты считают, опасность добавления метанола в незамерзайку преувеличена. Да, при употреблении внутрь такой жидкости высок риск смерти. Но стоит ли бояться метаноловую омывайку, если применять ее исключительно по назначению? Могут ли отравиться парами жидкости водитель и пассажиры? Этот вопрос мы задали ученому-медику. Это же остается на стекле, потом и водитель, и пассажиры могут длительное время вдыхать, получая этим эффект угарного газа. Появится слабость, появится недомогание, может потерять сознание, может это наступить внезапно. Запрещенную к производству и продаже продукцию не запрещено покупать. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают проявлять бдительность самим потребителям, внимательно изучать состав автохимии и по возможности использовать ту, что не содержит опасного яда. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Плюс 15%. За последние недели на Алтае растет число больных ОРЗ. Уровень заболеваемости начал подниматься 7 ноября, и специалисты связывают это напрямую с выходом детей после школьных каникул. Когда ждать грипп и что советуют врачи? Расскажем далее. Он вернулся. Два года мы не слышали о гриппе, и вот пришло время вспомнить, что кроме COVID-19 есть и такой вирус. В ноябре в России зафиксировали 39 больных гриппом. На Алтае пока таких случаев нет, зато есть ОРЗ. В этом году, особенно во второй половине года, мы видим, что все-таки, к счастью, COVID-19 несколько сдает позиции, но святое место пусто не бывает. То, что сейчас происходит в календарный отрезок времени, очень похоже на доковидный период. На Алтае рост начался с начала ноября. Ученики вышли с каникул, взрослые не в отпусках, а погода как раз для простуд. На сегодня в крае больше 15 тысяч заболевших ОРЗ. Частично закрыты 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 детсадах. Врачи советуют прививаться. В крае есть два вида вакцин. Это совий грипп и ультрикс квадри. Он на сегодняшний день есть в учреждении здравоохранения города Барнаула и Алтайского края. И можно поставить прививку, записавшись либо через госуслуги, либо придя непосредственно в поликлинику по месту жительства. Особенно тяжело ОРЗ и грипп протекает у пожилых, имеющих болезни систем кровообращения и диабет, беременных. Последним можно ставить прививку с 22 недель. Препарат хорошо переносят и дети. Прививаются с шести месяцев. У нас, по крайней мере, осложнение от каких-то вообще даже реакций неблагоприятных не было после вакцинации гриппа. Делали у нас, как и взрослые прививочки, вместе от гриппа и от ковида. Тоже переносили хорошо. Врачи напоминают, что если ваша температура превысила 38 градусов, это повод вызывать врача. Самолечением советуют не заниматься. И добавляют при ОРЗ, антибиотики не пьют. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Около 20 сотрудников СМИ в Алтайском крае прошли медицинскую подготовку. Журналисты освоили навыки сердечно-легочной реанимации, научились ставить уколы и останавливать кровотечение. Среди участников проекта «Журналист меняет профессию» были и наши корреспонденты. Передаю слово Ирине Корчагиной. Раз, два, три. Ой, вы сильно любите. Все, все. То есть не надо до щелчка? Нет, нет, нет. Так можно сломать ребра, но зато можно спасти жизнь. Сердечно-легочная реанимация – это последнее занятие. В рамках проекта «Журналист меняет профессию». Позади 30 часов медицинской подготовки. Начиная с основ, как правильно мыть руки, измерять давление и температуру. 29,4. Всего? Что? А, нет, подожди. Ты же охватил, ты остыл, что ли? Как ставить инъекции подкожные и внутримышечные? Как из обычного ремня сделать жгут и остановить кровотечение? Внутреннюю петлю одеваем. Все, кажется, вот по телевидению смотрим, там фильмы какие-то, все, кажется, достаточно легко, на практике довольно сложно. Нужно и с определенным темпом, с определенной скоростью, все это и с определенной силой давить. Проект «Журналист меняет профессию» появился 7 лет назад. Все это время сотрудники краевых СМИ осваивали новые для себя навыки. В этот раз журналисты учились оказывать доврачебную помощь. Когда меня спросили, что было самое трудное в работе с вами, я сказала только одну фразу. Очень много задают вопросов. Спасибо вам за ваши вопросы. Вместе с вами, в принципе, росла и я. Кстати, подобные курсы могут пройти все желающие. В базовом медколледже проводят обучение как платно, так и бесплатно. Находящиеся в декрете женщины по уходу за детьми, пенсионеры, те, которые находятся в ситуации, когда сработает проблема. То есть для них обучение подобным курсам младшей медицинской сестры, то есть навыкам сестринского дела, сиделки, для них вообще это бесплатно. Медики считают, что даже без постоянной практики в нужный момент, что называется, руки вспомнят. По крайней мере, теперь мы знаем, как их нужно мыть. Если правильно оказать первую помощь доврачебную, в два раза повышается шанс, чтобы спасти человека, который оказался в такой ситуации. Ирина Корчагина, День с толком. Ростелеком по соглашению с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края запустил базовые станции мобильной связи в 18 селах с численностью населения от 100 до 500 жителей. В ноябре оператор завершил очередной этап работ по федеральной программе устранения цифрового неравенства. Всего по проекту за два года мобильные вышки появились в 60 алтайских селах. В одном из них побывала Мария Мацаева. Только в Топчихинском районе голосовая связь 4G и беспроводной интернет теперь доступны в Хабазино, Сидоровке, Топольном, Красноярке и Покровке. В этом году первые мобильные станции появились в селах Алейского, Благовещенского и других районов края. Я надеюсь, что связи с родственниками, со своими друзьями, знакомыми у вас теперь будут только расширяться. Наш партнер, ПАО Ростелеком, делала все для того, чтобы обязательства, взятые на себя государством, были выполнены. И современная сотовая связь, мобильный интернет был вам доступен. Очень большой плюс для села, потому что раньше, чтобы найти мобильную связь, нужно было бежать в определенную точку и искать антенны. Сейчас она доступна везде, даже в подвале школы ловит везде. В этом году в проект попали 48 сел, за которых на портале Госуслуг по инициативе Краевой Минцифры голосовали сами жители. 18 мобильных станций Ростелеком уже установил. В оставшихся 24 селах компания планирует запустить мобильную связь в первом квартале следующего года и еще 6 в июне. Как стало известно, голосование для жителей продлено до 26 ноября. По его итогам в проект на 23 год дополнительно попадут еще 43 населенных пункта. Программа, она действует по всей стране. Мы таким образом создаем некий такой цифровой каркас России, на котором можно потом предоставлять все возможные услуги. Вот какие только новые услуги имеются сейчас во всем мире. Компания уже обеспечила мобильной связью 60 малых сел края. Это больше 17 тысяч жителей. Теперь многие вопросы они смогут решать дистанционно, экономя время и деньги на поездки в райцентр и город и не чувствуя себя оторванными от мира. Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска сюжет о тех, кто всегда знает чуть больше, чем все остальные. Речь о работниках ТВ. Сегодня они отмечают Всемирный день телевидения. Редакция нашего толка работает для вас почти 4 года. За это время в эфир вышли сотни сюжетов. Героям многих из них удалось помочь решить разные проблемы. Но в день телевидения мы хотим немного приоткрыть завесу специфики нашей профессии, чтобы рассказать о ней чуть больше, чем вы обычно можете увидеть. Камера, штатив, кофр, микрофон, вес операторской экипировки составляет порядка 20 килограммов. Всю эту тяжесть оператор ежедневно носит на себе. А съемки порой длятся долго, бывает и целый день. Причем взять с собой на съемку только камеру без штатива нельзя, картинка будет трястись. Сегодня в день телевидения мы с моим оператором Андреем решили провести эксперимент. Я буду снимать, а оператор работать в кадре и задавать вопросы. Погнали! Едем. Сейчас мы проводим вопрос. Как вы пережили день жестяльщика? Я не могу... Операторы – люди от природы не публичные, зачастую застенчивые. За кадром им проще, да и картинка у них получается качественнее, чем снимают журналисты, в частности я. Так что вновь меняемся местами и делаем то, что у каждого получается лучше. Я не люблю камеру. Это Мария Мацаева, конечно, шутит. За полгода работы в редакции камеру и журналистику успела полюбить. Несмотря на то, что работа в кадре порой щекочет девушке нервы. Сейчас мы находимся на рыбном производстве в поселке Пруцкой. Именно здесь... Извиняюсь. У акулы-пера нашего шеф-редактора Елены Макаренко тоже есть что вспомнить. За 15-летнюю карьеру было всякое. Однажды я была в командировке в Благовещенском районе. Мы снимали там сразу пять тем. Темы были непростые, такие остросоциальные. И после одной из съемок нам позвонили и сказали, что ребят, ну либо вы уезжаете, либо мы вас, простите, тут похороним заживо. Было такое, и мы прямо на машине убегали. Стендапы без шапок, в 30-ти градусный мороз, трехдневные командировки. Все это про нас. В редакции телеканала «Толк» сегодня работает семь журналистов. Новенькие профессию немного романтизируют. Более опытные смотрят на нее трезвым взглядом. Настя, у тебя на подвеске символ бесконечности. Можно ли сказать, что твоя любовь к журналистике тоже бесконечна? Ну, как минимум 10 лет я ее люблю. Мне нравится. Это очень разнообразная работа. Можно увидеть много мест, познакомиться с интересными людьми. Я уже побывала на операции. Мне показали матку. Но матка была прикольная. Освещать уникальную операцию, быть в эпицентре пожара, добиваться ремонта протекающих крыш, бегать с микрофоном и камерой в руках нередко приходится с утра до позднего вечера. Порой сложно, но главное, чтобы с пользой для людей. И чтобы ежедневно ровно в 19.30 вы могли погрузиться в мир важных и интересных новостей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон Ашередакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok